МИСКОФУ Родителям из жюри был показан видеоролик, где участницы отвечали на различные вопросы сферы математики, астрономии и физики. А после жюри определило топ-10 конкурсанта, которые вышли на сцену в национальных костюмах и стали участницами Блиц-опроса. Безусловно, моим кумиром являются мои родители. Они для меня идеал любви, верности. Именно они воспитали во мне все самые лучшие качества, которые я имею и, возможно, показываю сегодня и сейчас. Заключительным этапом стала дефилия в свадебных платьях, которые девушки репетировали не раз. Ведь ходить на высоких каблуках, держать осанку и улыбаться не так легко, как может показаться на первый взгляд. По итогам конкурса титул МИСКОФУ 2018 и корону завоевала 17-летняя студентка инженерного института Казанского университета Мария Иванова. Если честно, я была очень шокирована. Я не слышала никого вокруг, я ничего не видела. Я просто пыталась осознать мысль, что я победила в этом конкурсе. Дело в том, что раньше я никогда не участвовала в таких конкурсах. Здесь каблуки для меня были впервые. Ходить, держать правильно осадку, улыбаться и ходить правильно. Вот это самая главная трудность, с которой я столкнулась. Жюри определила первую и вторую вице-МИСКОФУ, а также победительниц в различных номинациях. Каждая без исключения была достойна главной победы. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.